Привет, хоккейный город! Вот мы в каждом выпуске рассказываем про хоккей и хоккеистов, что логично. На этот раз предлагаю территорию тигров начать с тех, кто в хоккей может и не играет, зато помогает его делать еще более зрелищным. Первая группа волонтеров собралась в 2015 году и состояла из, кажется, 7 человек. Потом их количество варьировалось от большего к меньше. У нас было и 55 человек, и 20. Но в этом сезоне мы поняли, что самый оптимальный результат дают 15-17 человек. Вот эти люди, которые ответственно понимают, что за ними стоят интерактивные зоны, раскладка трещоток, развлекательная программа по ходу матча. Это суперсостав для того, чтобы помочь подготовить матч. В наши обязанности ходят зоны, которые у нас разделены на 4 части север, юг, запад, восток. Это у нас сейчас проходится акция сбор теплых вещей для детских домов. Это трещотки раскладываем по секторам, типа хлопушки, чтобы люди, когда приходят на матч, поддерживали команду ими. 7,5 тысяч на арену. В основном раскладываем человек 8-10. В пределах часа это прям максимум, мы укладываемся полностью. Мы на арену приходим также за 3-4 часа до матча. Казалось бы, столько времени, мы все можем успеть, но как только ты приходишь, начинаешь все делать, время походит очень быстро. И поэтому нужно нарабатывать все-таки скорость, учиться, как можно делать все быстрее, в том числе и на экзаменах. Волонтерством я занимаюсь второй год, получается, вот прошлый сезон и этот. Я пришла на матч, увидела то ли бейджик, то ли что-то еще, написала в аккаунт клуба, мне ответили. На тот момент я заполнила анкету, пришла на собеседование, мы поговорили и меня взяли. Я вот уже третий год здесь работаю. Я нашел работника клуба, ему написал письмо и ответил, все спокойно, все приняли, нормально меня. Четвертый год уже работаю здесь. Собрание было у нас, собрание. Проходили, спрашивали, что, как вы готовы работать, будем ли мы выкладываться на все 100%, как видно. Вот все выкладываются, все стараются, вот до матч остается минут 10, последние штрихи, дверь открываем и работаем. Можно написать в аккаунт Амуркод, и это, кстати, интересно, потому что ребята выкладывают всю свою жизнь на арене и выкладывают постами и сторисы, рассказывают, как попасть в волонтера. Можно написать любому из волонтеров, их найти вообще не так сложно. Можно написать мне, можно написать сотруднику, и мы тут уже внутри коллектива, соответственно, определимся, как встретиться с этим человеком и обсудить. Волонтеры попасть очень просто. Достаточно просто быть позитивным, заряженным, желанием помогать, любить хоккей, желанием развиваться. Меня заманила сюда любовь к своей команде, и чтобы я или мои партнеры всегда были на помощь в любую минуту. На самом деле это помогает много в чем, как развитие личности, развитие взаимоотношений с другими людьми, так как мы работаем не только до матча, во время матча и после, взаимодействуем и с, бывает, и с хоккеистами, и с руководством, и с болельщиками, с маленькими детьми. Это помогает реально для развития. Среди наших волонтеров и были, остаются те люди, которым интересно далее работать в организации мероприятия. Это возможность увидеть всю эту кухню изнутри и понять, собственно, как строится все за кулисами. У ребят есть возможность поднатаскаться, научиться делать свои ивенты. Более того, мы проводим школу волонтеров. Это три дня такого интенсива со спикерами по городу, по мероприятиям, что, как. Потому что идей, как правило, очень много, а ее реализации, мысли о ее реализации отсутствуют. Вот мы, ребят, всегда учим думать логически и думать, как реализовать ту или иную классную идею. Ну вот, естественно, когда у нас есть время в межсезонье, мы все это дело обсуждаем. И, собственно, у нас вырастают такие классные спецы. Раз, два, три, Амур! Молодежки поменьше, потому что там нет предматчевых и нет конкурсов-прерывов. При этом есть раскладка, при этом есть сопровождение талисманов команд. То есть на молодежке справляются три-четыре человека. Очень интересно смотреть на наше будущее поколение, что и понимать, что уже через несколько лет они будут в основе. И, опять же, ты будешь рядом с ними, но уже в другом статусе они будут. Молодежный хоккей, там свой драйв, свой адреналин. Матч каждый непредсказуемый. Всегда все до конца держится, интрига. Вызять тот же пример, чемпионат мира молодежи в 2011 году, когда наша сборная проигрывала 3-0 в Канаде и одержала победу в третьем периоде. Это молодежный хоккей, в нем все возможно. До Нового года все меньше времени. А с чем у нас ассоциируется этот прекрасный праздник? С застольем и красочными фейерверками. А еще с китайским гороскопом. Наш год, год тигра, уже совсем скоро, в 2022 году. Ну а следующий год металлической крысы. Для тигра поговаривают. Станет периодом больших перспектив. Это не может не радовать. Так, а что мы тут про китайский гороскоп все? Давайте теперь про китайскую хоккейную философию. 0-1 в первом периоде это еще не поражение, а заброшенная шайба это еще не победа. Хотя и победа в отдельно взятом эпизоде. Звучит мудро. Древняя китайская мудрость гласит, искушение сдаться будет наиболее сильным совсем незадолго до победы. Приверженцы даосизма уверены, в мире все взаимосвязано. Особенно это касается родственников. И если помнить или вспомнить о них, то будет победа, пусть и маленькая. К слову о братьях. Со времен древнего Китая в нашей соседней стране популярен и чтится культ братства. Может быть от этого советская поговорка 50-х годов русский с китайцем, братья на веку. Что я вижу, простите, шайбой братья Ушенины. Затем мы продолжим. Второй период тоже прошел под знаком любимого китайцами равновесия. Одну шайбу Кунь-Лунь забил, одну пропустил. Но забили первыми. Когда хабаровские тигры усилиями братьев Загорна вновь сравняли счет, стало ясным, китайская философия работает. А ничья – это та самая уравновешенность без крайностей, которые китайцы не любят. В конфуцианстве главным принципом общества является хэ, что можно перевести как гармония или единение. В Хабаровске этим давно стал хоккейный клуб «Амур». Верой в победу он объединяет как состоявшихся депутатов Краевой Думы, так и не состоявшихся. И это после второго периода, когда счет был как раз уравновешенным. 2-2. Мы, Хабаровск, мы победим. Пускай мы дружественная, да, мы дружественная страна, но спорт и есть спорт. Их сильнее победят. Но я считаю, что в Хабаровске на данный момент мы сильнее. Поэтому мы чуть-чуть от них отстаем по турнире, но мы сильны духом. И как бы они ни хотели, но они играют на нашей территории, мы сегодня победим. Победа будет за нами. С Китаем у нас, безусловно, дружба, сила Сибири и другие проекты. Но за Китай играют канадцы, финны и чехи. Надо их побеждать. Я думаю, в третьем периоде наши должны по-хорошему разозлиться, потому что по уровню мастерства мы сильнее. И надо это доказывать двумя шайбами, как минимум. Но в третьем периоде похоже, что соперники Амура забыли один из основных принципов учения Дао о том, что надо уступать друг другу, и не уступили. Но это не со зла, это чтобы согреться. Первое впечатление о Хабаровске – очень холодно. Но это не страшно. Хоккейная атмосфера в вашем городе очень горячая. И это согревает. Ну и на горяченькое. Сегодня мы оставили очередного представителем молодежки. Кто на этот раз попал в рубрику «Идентификация»? Всем привет! Я Глеб Никитин, защитник молодежного хоккейного клуба «Амурские тигры». Готов отвечать на вопросы? Да. Как попал в хоккей? Ну, с 7 лет я занимался футболом. Потом мама что-то решила, что у меня лучше будет играть в хоккей. Ну вот, как так попал. Лучший игрок всех времен и народов? Уэн Грецкий. Самое интересное интервью с хоккеистом? Ну, мне в последний раз с Сергачевым понравилось интервью. У Сенкова. Какой женский вид спорта самый лучший? Волейбол. Сон. Еда или сон? Сон. Пельмени или шашлыки? Пельмени. Путешествие на автомобиле или на самолете? На самолете. А куда? В Италию. Чицилию, наверное. Куда-нибудь туда. Быть самым веселым или самым умным? Самым веселым. Что выбрать? Ламборгини в своем гараже или библиотеку из 9000 книг и бесконечные знания? Ламборгини. Достоевский или Толстой? Толстой. Последняя прочитанная книга? Ну, над пропастью в ОДЖ. Книга. Бумажная или электронная? Бумажная. Любимый сериал? Ривердейл. И, наверное, Гримм. Самые такие сериалы, которые я более-менее посмотрел хотя бы. Любимый фильм? Остров проклятых. Господа, добро пожаловать на Остров проклятых. Песня на повторе? Ну, Дрейк, Сикамот, которая вот с последнего альбома. Куда пойдешь? В театр или в кино? В кино. А девушку куда лучше отвезти? В кино. Телефонный разговор или переписка? Переписка в соцсети. Почему? Ну, я не знаю. Мне так удобно. Есть девушка? Да. На этом все. Болейте за наших. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин